Всем доброе утро! Вы на канале Love Shopping. Меня зовут Вероника. У меня сегодня такое просто отличное настроение. Дело в том, что мы сегодня вечером поедем в мой родной, любимый город Лиду. Там живут мои родители. Мы все праздники, то есть Рождество, Новый год будем отмечать там, то есть где-то на недельку мы остаемся в Лиде. Так что я очень рада, мы давно там не были, я очень соскучилась, я очень люблю свой родной город. Не знаю, я очень хотела жить там, у меня просто миллион слов очень, да. Просто на самом деле у меня хорошее настроение. Да, очень люблю город Лида, поэтому всем привет, кто из Лиды. Вот, так что да. Ну, конечно же, это все будет только ветером, а сейчас еще целый день впереди. Есть дела. Сейчас я жду курьера, скоро должен приехать, потом я пойду в магазин FixPrice на Ложинской. Я слышала, что там сегодня должен быть привоз, поэтому поснимаю, конечно же, сделаю обзор оттуда и надеюсь, что что-нибудь интересненькое туда привезут, новенькое, того, чего мы еще не видели. Да, и все посмотрите, все увидите, что же я там нашла. И да, напоминаю, что под одним из моих предыдущих видео, влогов, там проходит конкурс, обязательно участвуйте, уже скоро будет подведение итогов. Да, что еще? Что еще? Да, так и называется, влог-конкурс. Там, видите, по названию поймете, что именно там, под этим видео проходит конкурс. Поэтому участвуйте обязательно, всем желаю удачи. Там условия очень простые для участия, поэтому ничего сложного нету. Вот, да, что еще хотела сказать. Соскучилась по родителям, конечно, мы там общаемся, разговариваем по телефону, все, я рассказываю, как бы все наши новости, да, все события, которые у нас происходят. Но я считаю, что все-таки разговаривать с глазу на глаз, это всегда более так продуктивно, да, и всегда, поговорив с родителями, появляются какие-то новые такие витки, да, новые моменты, насчет которых стоит задуматься, и, может быть, какие-то мысли новые интересные придут, да, идеи какие-то. Ну, всегда с умными людьми интересно пообщаться, да. Вот, так что, такие вот у меня сегодня делишки. Все отлично, погода, конечно, не отличная, но погода, это ничего страшного. Главное, что внутри, что внутри вас, чтобы, если внутри, да, если у вас радость внутри, внутри хорошее настроение, то погода за окном абсолютно вообще не важна, мне кажется. Да, и, кстати, хочу огромное спасибо сказать всем, кто оставлял комментарии под предыдущими моими видео насчет покупки там квартир, ремонта. Очень много было полезных советов. Также со мной связалось несколько человек. Мне дали контакты своих знакомых мастеров, которые у них делали ремонты очень качественно, хорошо, которые, ну, то есть, остались люди довольны работой этих людей. И, то есть, у меня уже собралось несколько контактов, так что буду уже, придется выбирать, наверное, не знаю, если мы все-таки решим. Хотя я, конечно, больше всего склоняюсь именно к этому варианту. Покупать квартиру без ремонта и делать весь ремонт самостоятельно. Осталось только уговорить на это мужа, потому что он так скептически, знаете, к такой моей идее относится. Вот, но я так, не знаю, мне очень хочется все сделать именно так, как я хочу. Вот. И контакты хороших ребят у меня уже. Набралось много контактов. Так что надо будет кого-то выбирать. Скорее всего, надо будет просто кого-то выбрать и вместе с ними поехать на просмотр этой квартиры, чтобы как бы так уже заранее знать весь объем работы, который нам там предстоит и насколько там все плохо. Вот. И, кстати, я посмотрела в YouTube, есть ролики девушек в основном, которые делали, тоже покупали ремонт, покупали квартиру, бабушатники, так скажем, да, вообще без ремонта и делали все с нуля. Я посмотрела вот несколько таких человеках видео, и это действительно настолько интересно. Я просто настолько, знаете, воодушевилась их примером, и настолько вот я ими, ну, они у меня вызывают такое чувство гордости, что вот они такие молодцы, не побоялись. Там объем работ просто колоссальный сделан, со сносом стен, со всем, и тоже, ну, абсолютно небольшие бюджеты у людей, очень так, знаете, скованы в этом вопросе материальном, но получались очень классные квартиры. И я думаю, почему нет, я думаю, что у нас тоже может получиться не хуже, а может даже и лучше, вот, так что, да, такие вот у меня сегодня дела, поэтому буду потихоньку собираться и пойду в фикс прайс. Марсик, как всегда, сидит в сумке. Нет, Марсик, мы тебя, к сожалению, с собой не берем. Ты остаешься дома, да. Ты, наверное, соскучился по Тоше, да. Мы всех познакомим с Тошей. А ты будешь дома сидеть. Будешь балдеть уже, спать целыми днями. Нет, ну вы посмотрите на это чудо. Из сумки я его прогнала. Нет, но все равно залез сверху. Наверное, Марсик очень сильно хочет с нами ехать, правда? Ты вредина. Ты такой обнаглевший кот, Марсик, это просто ужас. Таких, как ты, наверное, больше не бывает. Как ты наглость маленькая. В общем, поснимала я фикс прайс, делала обзор. Нашла даже кое-что интересное. Покажу обязательно вам кое-что купила. Зашла к соседям кое-что купила. Там так пахнет булками с корицей, вы просто не представляете. Сразу захотелось кушать. Вот, сейчас еще зайду в Виталюр. Тоже там. Сегодня акции 1 плюс 1, поэтому что-нибудь куплю, наверное. Покажу вам обязательно. Смотрите, а Марсик нас уже поздравляет с Новым Годом. Вышла я из магазина. У нас тут такой снегопад начался. Кошмар. Как всегда с пакетами. Я же не могу по-другому. Красиво, снег. Хоть бы до Нового Года не растаял. Я вернулась, а этот пушистик все еще сидит тут. Что, вспышка тебе слепит, да? Глазки щуришь. Ты вообще слазил с этой сумки сегодня, Марсик? Тебе она так понравилась? Как не хочешь нас отпускать? Посмотрите, какая я пришла домой. Мокрая. Душь, наверное, потекла. Короче, кошмар. Спрашивается, зачем мне сегодня мыло голову? Можно было просто выйти на улицу прогуляться? Капец. Ужас. Ну, я, конечно, в своем репертуаре. Я вернулась, наконец-то, домой. Вот. Два пакета. Это из Виталюра. Здесь у меня тут из соседей. И фикс прайс немножко. Это подарок мужу приехал. Курьер привез. Ну, без него не будем открывать. Так. Чеки мои. Это не то. Где же то, где же то. Ладно, буду сразу доставать и показывать. Так. Вот нашла один чек. Он, вроде бы, наверное, из соседей. Да, все правильно. Так. Ну, ладно. Давайте начнем. Вот. Колбаски были по-балкански на акции. 5,79 вот эти. Показывала вам уже их много раз. Очень вкусные. Нам нравятся. Сегодня уже не буду готовить, потому что мы уезжаем. Закину в морозилку. Пускай лежат. Потом приедем. Быстро будет. Что приготовить. Так. Вот. Французский краб. Мне такой очень нравится. Есть вообще разные вкусы. Там с какими-то травами, приправами, сыром просто. Ну, все они вкусные. На акции был в соседях с сыром и лососем. Стоит он 2 рубля 89, вот эти вот крабовые палочки. Мне, в принципе, не все нравятся, поэтому взяла просто тот, который был на акции. Так все вкусные. И вот. Зачем я, в принципе, шла в соседи. Это вот икра. Она сейчас тоже на акции в соседях стоит 7 рублей 49 копеек. Совет. Совет. Вот. Я вообще, честно вам скажу, я по икре вообще не скучаю. Мне она абсолютно не нужна. Я могу ее вообще никогда не есть. И у меня, в принципе, будет все нормально. Но это вот я взяла на Новый год, так как у меня муж любит икру, поэтому я вот уже ради него взяла баночку. Так. И покупки из магазина Фикс Прайс. Так. Сразу покажу вот эти вот трусики. Тоже в прошлый раз я покупала. Мне не понравились. Я их уже успела несколько раз постирать. Качество хорошее, поэтому взяла вот еще белые и черные. 42 у меня размер. Если у вас бедра где-то объем 90-92 см, то можете смело брать 42. Нормально подходит. Каждая стоит по 4 рубля. То есть одни 4, и вторая 4. Так. Я вам говорила, что я уезжаю на неделю. А у меня мои шампунь и бальзам, они в таких, знаете, больших банках, литровых, перелить никуда. Ну, в общем, некуда мне перелить. Поэтому я решила, чтобы их уже с собой не тащить, куплю что-нибудь такое вот в Фикс Прайсе, чтобы с собой чисто взять, удобно было вести. Вот. Взяла шампунь, да, 250 мл стоит 4 рубля против секущихся кончиков для ломких поврежденных волос. В общем, я думаю, два раза там помыть мне голову за неделю или три хватит, будет нормально. Думаю, волосы не отвалятся. Хотя, да, вроде бы неплохая фирма. Ничего, если не подойдет, я просто мужу отдам и все. У него волосы не проблемные, в принципе. Он уже не в первый раз допользует мои шампуни, которые мне не подходят. И вот взяла вот такое вот густое масло, вроде бы на него хорошие отзывы, репейное, глубокое увлажнение и питание для всех типов волос. Так, стоит оно 2 рубля, такая вот баночка небольшая, тоже вместо бальзама, чтобы с собой не тащить. 150 мл, большие свои банки. Вот, зубная щетка, тоже, чтобы не тащить свою уже с собой. 1 рубль она стоит взяла, просто на самую дешевую, на одну неделю попользоваться. Марсик тут как тут, я думаю, никто не сомневался, и взяла вот такой вот Air Pure. Так, 4 рубля освежитель воздуха, праздничная ассорти с ароматом мандарина и хвои. 2 месяца непрерывного распыления. У меня нет вот этого, знаете, распылителя самого, но мне кажется, можно и просто самим этим баллоном пользоваться, распылять, да. Я взяла просто из-за того, что мне понравился аромат. Я увидела, что с ароматом мандарина и хвои. Сейчас понюхаю, хороший ли будет запах. Интересно даже такое, знаете, новогоднее настроение, новогодний аромат. Смотрите, вот я сняла крышку, здесь вот такой вот распылитель, да, носик. В принципе, можно нажимать, давайте я нажму. Вот так вот. Аромат, кстати, да, действительно приятный, такой мандаринчиком пахнет. Хвоя как-то не особо чувствуется, но вот мандарином, да, действительно вкусно пахнет. Такой приятный, ненавязчивый, нехимозный аромат. Хороший, в общем. Ой, как пахнет, я брызнула два раза, наверное, зря. Потому что очень такой аромат, прям аж очень сильный. Я сейчас буду сама пахнуть освежителем воздуха, да, класс. Так, ладно, вот с этими покупками мы закончили. Здесь у меня покупки из Виталюра, конечно, все промокло. На улице такой сильный снегопад, впрочем, как и я. Промокло тоже сегодня, да, была акция 1 плюс 1. Поэтому я тут кое-чего понабирала. Вот такой вот барни был. Здесь 5 медвежат в упаковке по акции 1 плюс 1. Так, 2 упаковки мне вышли 3 рубля 79 копеек. Это, получается, в сумме будет здесь 10 медвежат. Фиксе 8 медвежат стоят 3 рубля. Я бы купила в Фиксе, но не было просто барни, поэтому вот. 3,79, мне кажется, в принципе, то на то и получается по цене. Так, вот, нашла вот такую вот новинку в Виталюре. Это бабульский новый зефир красного пищевика с новыми вкусами. Вишня и корица. И второй мандарин, то есть такие зимние, новогодние. Вот, да, тут так написано, серия зимних вкусов. Здесь, конечно, совсем небольшой объем, 95 грамм всего лишь. Там 3 кусочка, ну, то есть 3 вот эти вот зефиринки по половинке, не целые, а половинки. Так, и стоит каждая 1 рубль 79. То есть, в принципе, как бы так, если подумать, так и не дешево, да, да, для всего лишь 3 вот эти вот маленькие зефиринки. Но мне просто захотелось попробовать новинку, поэтому взяла. Так, вот такое вот масло президент, оно у меня вот даже в снегу. Вот, оно кисло-сливочное, не соленое, 180 грамм. 80 грамм, 82 процента, так, 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 сколько же оно у меня стоит? Масло 2 рубля 99 копеек. Мне очень нравится это масло, когда вот оно на акции, бывает, всегда я его беру. Честно говоря, я даже не знаю, сколько оно стоит без акций, но оно очень вкусное. Поэтому можете взять и попробовать. Так, дальше, ой, что-то не вывалилось. Вот такие вот манты, замороженные от моего любимого Добровского. Восточные. Они тоже были по акции. Две упаковки по 800 грамм стоили 11... Так, подождите, сколько? Так, 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 так. Так, там 11 чем-то они стоили, вот, 11,79, две упаковки. Как бы, мне знало бы, что дешево, да, если так подумать. Но, наверное, если просто их покупать без акций, это будет все равно немного дороже. И насчет Добровский я знала, они очень-очень вкусные. Поэтому в качестве я не смею варусь. Также вот такие вот бургеры, ричи, фигурные я купила. У меня ребенок любит такие штучки кушать. Ну, я, в принципе, сама тоже им нравится. Тоже, чтобы по-быстрому так кто-то приготовить. Тоже два по цене одного. Стоили они за две штуки 5 рублей 99 копеек. Ну, и напоследок, вот такой вот сок. Сады Придонья, мой любимый сок. Он был на акции. Такие были мои покупочки, конечно, опять вытащила. Неизвестно, сколько эти пакеты. Блин, сколько раз уже зарекаюсь не таскать, не покупать. Но не могу просто пройти мимо, не могу. Да, кстати, вот все разложила. И только я сейчас поняла, что я опять поставила пакеты на стол. Я не знаю, у меня такая дурацкая привычка. Но ничего, все равно я сегодня жду риелторов на просмотр квартиры. Поэтому все равно сейчас буду все тут убирать на кухне. Наводите порядок, поэтому вымою. Все, стол аккуратно вымою. Будет дезинфекция у нас проведена и чистота. Так что не волнуйтесь. Посмотрите, как я ем, да? От одного откусила, от второго. Умарсик тут как тут. Ругайтесь, ругайтесь в комментариях, что у меня кот по столу ходит. Да, ходит, бродит по столу кот. В общем, захотела уже побыстрее поделиться с вами мнением об этом зефире. Вишня с корицей, он такой какой-то простой. Корица как-то не особо в нем чувствуется. В общем, он такой более обычный. Вот этот вот с мандарином, он туда. Вот он мне больше понравился. В нем чувствуются специи. Даже, мне кажется, имбирь как будто. Такие нотки имбиря. Что-то в общем такое вот есть. Какие-то такие вкус специи, в общем, да? Так что мандарин мне понравился больше. Вишня, в принципе, обычная, ничего особенного. Поэтому, если вдруг думаете, какой взять, то рекомендую мандарин. Да, пур-пур-пур. У меня закончилась вот такая вот сыворотка для лица с ресвератролом от Новосфит. И я решила поэтому рассказать вам свой отзыв об использовании этой сыворотки. Поделиться, в общем, своим мнением. Что хочу сказать. Эта сыворотка указана как с ресвератролом. Но на самом деле я брала ее ради неоцинамида. Он был на довольно высокой позиции, по-моему, на втором или на третьем месте в составе. Поэтому я решила, что должен быть хороший процент. Хотя нигде не указано это было. Ну, а что касается самого ресвератрола. Знаете, это такой ингредиент анти-эйдж. Мне пока он не особо нужен. Это, во-первых. И, во-вторых, эта сыворотка стоила довольно-таки бюджетно. Вот этот компонент сам по себе, он очень дорогой. И, ну, знаете, я не особо верю, что вот в такое дешевое средство могли запихнуть как-то вот такой вот дорогой компонент. И он как-то может работать. Поэтому с целью, вот если вам нужен именно ресвератрол, я бы, наверное, эту сыворотку не покупала. Ну, а неоциномит, это более такой бюджетный компонент. Что вообще он делает? Это отличный компонент, если у вас какая-то кожа склонна к акне, жирная, расширенные поры, черные точки. Потому что неоциномит, он как бы регулирует выделение кожного сала, помогает сужать поры, помогает бороться с черными точками, помогает от акне, от постакне пятен. В общем, да, если у вас есть какие-то проблемы с вашей кожей вот в этом плане, то рекомендую использовать косметику с неоциномитом. Минимально нужно, чтобы было 5%. Что я хочу сказать насчет этой сыворотки? Я не знаю, могла она что-то сделать, да, как-то помочь улучшить кожу или нет. Но, в принципе, ничего плохого она тоже не делала. Консистенция у нее такая немножечко густоватая, не водичка. И немножко, знаете, остается пленка после использования. Буду ли я повторять? Наверное, не буду. Потому что косметика Новосвит, насколько я знала, у нее не очень хорошие составы. Я не очень верю в ее эффективность. Ну, просто вот на тот момент я не знала, что другое можно приобрести, и поэтому взяла попробовать. Вот. Вот. И на замену уже я купила вот такую вот сыворотку от Фэкт. Это вообще хорошее средство, у них довольно-таки хорошие составы. Вот здесь неоциномит находится на втором месте, и здесь даже указана процентовка 10%. Для зимы это нормальная процентовка, для лета многовато. 5% будет на лето идеально. Тут еще плюс есть цинк, то есть будет еще лучше, знаете, бороться вот с какими-то там высыпаниями, акно, черными точками. В общем, да, здесь уже консистенция немного другая, она более водянистая, и не оставляет никакой пленки после использования. Очень приятно в использовании. Пока еще только начала пользоваться, ничего не могу сказать, тем более у меня комплексный уход, я использую много разных средств. Состояние кожи у меня улучшилось, но это, я думаю, заслуга комплекса, а не только этого средства. Поэтому, наверное, вот эти средства могу порекомендовать. Вообще, в принципе, фирму Эффект, потому что хорошее средство, хорошие отзывы и хорошие составы у них. Муж уже посмотрел свой подарок, поэтому могу вам тоже показать. Вот это духи, его любимые. Аква диджио Армани. Вот это ему прислала свекровь. Мы на Новый год будем у моих родителей, поэтому никак туда не попадаем. В общем, не знаю, даже когда попадем уже в следующий раз. Будем надеяться на Рождество православное, но не факт, что получится. Поэтому вот она прислала такой подарок мужу. Вот. И, кстати, сегодня дали на работе мужу тоже подарок. Вот так вот он выглядит. Уже, конечно, тут все разорвано, раздербанено. Ребенок уже с конфетой. Тут уже и шоколадка, и вся кровать выпучкана. Да, называется «Мама попила чай пять минут». И вот такой подарочек мне. Все убирать. Ну, в общем, такое, вроде неплохие конфеты всякие. Тут такие интересные. Несквик вот есть. Так что вроде бы ничего такой наборчик. И вот еще не показала. В каждом подарке было вот такое вот послание именное от Деда Мороза. Здесь, видите, имя ребенка написано. И поздравление. Короче, так, прикольно. Понравился тебе подарок, Руслан? Да. А что ты натворил на кровати? Это что такое? Кто это будет убирать? Ты. Я? Не буду я убирать. Давай убирай. Складывай еще назад. Сейчас пойдешь стирать постельное. Выпачкал шоколадкой. Пойдешь стирать? Да, я это буду стирать. Шоколадку будешь стирать? Да. Да. Короче, так, ладно, у нас дома бардак. Собираемся, будем скоро уже выезжать. Мы уже выехали в Лиду. Я вот забрала из Wildberries свой заказ. Рокс Минерал Гель для укрепления зубов, в общем, для эмали. Это типа Чилдрен. Но, насколько я вот прочитала, эти все гели, они вообще ничем не отличаются. То есть взрослые, детские, они отличаются только вкусом своим. А состав у них абсолютно одинаковый, поэтому и взрослыми можно пользоваться для детей и детскими, для взрослых. Никакой разницы нету. Была на Wildberries хорошая цена, 10 рублей. Так он раньше, я помню, стоил 16, 13 я как-то покупала. Мне нравится. Эти вот гели, они действительно укрепляют зубы, даже продлевают отбеливающий такой эффект, если вы пользуетесь какими-то пастами отбеливающими или делали отбеливание уст. Это не паста, это гель. Ты будешь пользоваться гелем? Да. Зубки будем мазать? Не. Не? Будем-будем. Не. Паста. Редактор субкин Корректор А.Егорова Субкина. Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! Мы сейчас находимся на даче у моих родителей. Дача находится практически в лесу. Здесь вот кругом деревья высокие такие. Летом здесь конечно очень классно, когда жара 30 градусов. Здесь тень деревьев, поэтому здесь жаркого дворе никогда не бывает. Вот. Я хочу вам показать. Здесь стоит такой вот дом на колесах. Летом даже иногда в нем ночуют. Конечно, никуда на нем пока еще не ездил никто. Вот он тут просто стоит. Но может быть кто-нибудь не был никогда в таких вот домах и будет интересно узнать, что там внутри. Поэтому решила вам показать. Вот так он выглядит. Сюда можно провести электричество. Вот. Дверь. Вот. Тут такие вот весюлечки ведут. Ой, кровать. Сразу мы заходим. Вот получается дверь. Здесь такая вот кровать. Окошки. Сверху вот тут разные полочки. Темно, конечно, света нету. Но уже не проводили электричество для того, чтобы включить свет. Поэтому так показываю. Надеюсь, будет немножко понятно. Включила вспышку, чтобы было видно. Вот. Здесь тоже такие вот всякие открываются. А, чтобы открыть, да, надо нажать кнопочку, не забывайте. Вот. Потому что, когда машина едет, чтобы вот эти вот не открывались все дверцы, то такая вот система, чтобы открыть, вот, надо нажать здесь кнопочку. Вот такую вот. Вот. Вот всякие полки. Свет здесь есть. Ну, и здесь так навалено немножко. Ну, вот здесь можно увидеть вот этот вот диванчик такой. Стол. Он, кстати, по-моему, убирается, этот стол. Можно его убрать. И вот здесь продолжение дивана. Дальше вот здесь есть телевизор. Какой-то даже плеер. Так. И вот здесь тоже дивиди-плеер. Вот здесь опять же какие-то вот полочки. Можно что-нибудь положить. Ой, тяжело так не закрываются. Так. Дальше. Прямо, получается, от входа здесь такая кухня. Здесь уже ребенок играл. Тут шишек наложено. Да. Это вот все можно закрыть. Вот здесь специальная вот есть такая штука. Можно все убрать, закрыть. Будет просто как стол. Окошко. Вот. Тут опять же какой-то свет. Это, наверное, вытяжка, я так понимаю. Здесь раковина с краном. Все как надо. Здесь опять же всякие вот такие вот полочки для посуды. Там сейчас шишки, правда, лежат. Вот. Здесь тоже для всякой посуды. Ну да, как я сказала, это не используется, поэтому здесь вот играли дети. Навали на всего шишек деток. Вот. Дальше что-то показываю вам. Здесь, я так понимаю, обогреватель стоит. И вот такой вот шкаф. Здесь, наверное, да, одежду можно повесить. Вот. Там какой-то щиток. Вот. Так. Дальше. И вот эта вот дверь, она ведет в туалет. Вот. Вот. Здесь есть туалет. Умывальник. Вот. Сам унитаз. Зеркало. Да. Ну и вот сверху тоже всякие полочки. Можно что-нибудь туда складывать. И окошко там открывается. В общем, да. Так вот можно даже жить где-то на отдыхе. Поехать. Мне кажется, очень прикольно. Такой вот дом. На колесах. Так. Два человека, мне кажется, могут здесь жить спокойно. В таком домике. Так что так. А тут очень красивая река. Туда далеко она продолжается. Здесь лето становится так мелко пересыхает, что можно с одного берега перейти на другой берег. Просто даже не плыть, а перейти. Вот. И здесь вот по центру образовывается остров. Там можно загорать. Мы там, бывает, стол даже ставим. Там сидим, загораем. Тоже так очень прикольно. А это Тоша. Знакомьтесь. Это кот моей мамы. Ему уже 10 лет, наверное. Но он всё такой же игривый. Вообще мы его нашли на улице, но все говорят, что он похож на породу турецкая ангора. Потому что смотрите, какие у него глазки разноцветные. Красавец. И шерсть у него такая ангорская. То есть он такой не пушистый, у него не пух, как у нашего Марсика. А у него такая шерсть, она такая более плотная, более такая тяжёлая, густая. В общем, да. Такой вот красавец. Кусачий тоже. Ещё один кусачий. Какие глазки красивые. Да, вот такая. Вот тут киса живёт. Красивая. Первые новогодние подарочки уже нам прилетели. Вот это вот Руслану такие подарили пазлы. Получается, с одной стороны карточки, рисунки вот разные. Здесь есть самолёты, машины. Фломастеры тоже идут в наборчике. Разукрашивать можно вот эту картинку. А с другой стороны вот здесь пазлы. Вот на этих картинках видно. Здесь уже, конечно, он подоставал. Всё уже разбросано. Вот. Даже собранный пазл как раз, наверное, сюда подходит. Вот так вот. В общем, такие вот пазлы. Всякие машины. Вот. А здесь у нас что? Автобус. Вот. В общем, такой вот большой наборчик. Дальше вот такой вот классный набор пазлов. Здесь вот такие вот крупные детальки все. Ох, не достаётся. Вот. Там снизу рисунок тоже под пазлом есть. Как тут её назад положить? Вот. Такие крупные пазлы. И вот здесь тоже детальки сюда вкладываются. Такая вот толстая доска. Фанера, наверное, это даже скорее интересный такой вот подарочек. И вот эта вот книжка. Тоже мне понравилась. Интересная такая. 325 заготовок вырежи из клей. То есть здесь вот в этой книжке на каждой страничке вот здесь инструкция. Идёт такая вот. А здесь на каждой страничке есть какое-то задание. То есть из него нужно вырезать детальки, склеить их там по инструкции. И получатся какие-то новогодние разные игрушки, формочки. В общем, украшения для ёлки. Вот. В общем, такая вот интересная книжка. Тут вырезать, склеить. В общем, для творчества. Всякое-всякое разное. Вот. Целая вот такая вот книжка. Большое задание. Ну и это. Мне тут уже тоже небольшие подарочки прилетели. Это вот дермоспай. Что это у нас такое? Масло для тела. Такое вот с гранатиком. Так, кофе. Паулинг президент. И масочка. Тряпочка от BioAqua. Роза. Роза-углажняющая маска какая-то. Так. С экстрактом розы. Да, она будет попробовать сделать. В общем, да. Такие у нас подарочки уже начались. Какая у нас в Лиде шикарная ёлка в этом воду. Сейчас подойдём поближе. Посмотрим. Очень красиво. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok